вечер добрый дорогие друзья сейчас направляюсь за вашими будущими футболочками с логотипом хижина музыканта которые я очень-очень скоро разыграю чтобы их не упустить друзья и выиграть что-нибудь подписывайтесь на канал следите за новостями очень приятно прогуляться по прохладной набережной озеро кабан после жестких жарких экзаменов но мы все сдали мы все молодцы отправляемся дальше черные и белые кепки не мои это цвета да еще там метод что полиция еще полиция решишь как это полиция полу таскала полу футболки для лета что ли цвет еще какой оранжевый что ли без брони пола без брони чё все-таки больше не снимайте ничего не заливать вообще не забываю потому что так монтирует не охота есть честно сейчас боем у нас а что-то воем да да завтра воронин приезжает команду в день тренинга что что-то тренде 2020 нет короче я немножко перегорел мне ну я посмотрел тема хорошая там стабильность нужно если даже нет уникальности но просто и топить вот то что вы начали делать там есть есть что-то получится все равно берете какую-то платформу подписчиков а это уже использовать в будущем можно этот самому же быть пойдет сам так отлично так ребят всем привет меня зовут айдар вадим сегодня мы собрались чтобы сделать нанесение футболки раилю хижина музыканта футболки у нас уже готовы осталось только нанесение нанесение мы будем делать термопленкой очень много кто думает то что пленка это плохой ну не качественный вид нанесения на самом деле это не так если выдерживать правильную температуру давление время производства то это нанесение будет держаться очень долго то есть на весь срок службы эксплуатации одежды для этого нам понадобится непосредственно термопленка сама у нас здесь 4 цвета зеленый черный белый и желтый также нам понадобится компьютер плоттер эти покажу это плоттер на нем мы будем вырезать ну то есть дальнейшем сейчас я покажу как это работает и последнее то что нам понадобится это термопресс именно на нем будет происходить припекание пленки к одежде вот принципе на этом все можем приступать итак первым делом у нас упадет желтая пленка как было видно на изображение основа основа является поэтому мы зарядили ее плоттер сейчас будем вырезать то есть здесь суть того что блин как здесь есть лезвие она по контуру вырезает изображение а потом лишь излишки и пленки удаляются в общем так происходит удаление излишки пленки подеваем как это называется ну подеваем булавочкой пленку и потом начинаем сдирать благо здесь очень простой вроде бы рисунок просто круг сейчас будет сложнее будет сложнее это самое самое неприятное на самом деле очень много времени занимает и не царское это дело так с одной стороны ну так как мы ночью работаем да и тем более выходной и никто не видит можно можно и оболванится солнце солнышко готово на первом футболке она будет особенно ценной возможно пусть будет ценной чем можно говорить просто что все петолки поближе подойти будет видно как он вот контуру это прорезает непосредственно звуки кстати очень прикольный это самая успокаивающая работа самая релочирующая когда ты устал от общения беготни заходишь и учаешь музыку и говыряешь так спокойно я вообще предлагаю для психически больных сделать это как реализационное упражнение в последнее время это психически больные я предложу вам идею после того как люди проходят квест У них психика расшатанная, сюда спускаться и за услуги давать поковыряться. Долго на самом деле, то есть он успокаивает до того момента, пока не начинала лиситься. Это же жестоко для каждой футболки так ковырять, нет? Ну вообще, у тебя один самый сложный рисунок, потому что несколько цветов. Обычно это вид нанесения, когда один цветовый, то есть название там КДКТУ, там что-нибудь. Понятно. Вот так, ну да, обычно, то есть используют либо шелкографию на много цветов, но все в том, что, ну, количество у нас небольшое, там вот 30-40 штук. То есть большой объем, ну, типа вышивка, но вышивка поступает именно к четкости конкуров вот этого цвета. То есть ткань, ну, когда же вышивается, она на ткани играет, а такой сложный, поэтому это лег оптимальный вариант. Так, в общем, мы нарезали все четыре цвета по отдельности, вроде непонятно, что это такое. Вот, но если мы будем кладывать их друг на друга, как оно у тебя там идет, ты ее уже не понял. Ну, допустим, вот так вот. Травушка-муравушка. Вот, грубо говоря, там уж, когда накладывать будем, четче будет. То есть вот такое изображение у нас получается. Угу. Сейчас, что мы делаем? Сейчас мы включаем термопресс и ждем, пока он нагреться, потому что мы забыли это сделать ранее. И он будет греться час? Не, не час, но... Можно пока спину сделать? А? Можно пока спину сделать? А, да, точно, сейчас спина же есть. В общем, прикладываем пленку к футболке, подносим ее на термопресс, укладываем и сжимаем. Пройдем? Сколько? Натальше. Сейчас все нормально будет. Прямо уложимся, я говорю. Смотри. У него есть звука. Желток. То есть нанесение остается, пленка у нас остается на футболке, еще немножко. Снимаем, все. Последний штрих. Последний штрих. И скажи мне, сколько времени ушло на одну футболку? На одну футболку у нас ушел где-то час, но мы просто как бы приценивались. Разгревались. Так сказать, на одну футболку, в принципе, не будет уходить минут 5. Не переживайте. Вот так вот у нас получилось. Ага, круто. И сейчас мы еще спину сделаем. Мы сделали первую футболку, нам предстоит сделать еще штук 20. Но вот эту первую мы дарили Раилю. Дарили нам все, гитарист. То есть первый победитель обязательно должен быть гитаристом. Если вы гитариста, то ты проиграл в любом случае. Да. Так что надо было думать головой. То есть в Казани, если хотите сделать такую вещь, обращайтесь к нему и к Вадиму, который снимаем. В описании будет ссылочка. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Тебе спасибо за просмотр.